Мир вам, братья и сестры! Давайте я прочитаю пока, и мы помолимся. Перед началом буквально два стиха. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Давайте помолимся, попросим Божьего благословения на это служение. «Отец наш Небесный, благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, ибо Ты достоин славы, хвалы, поклонения. Ты Тот, Который создал все окружающее, всю вселенную. Ты создал нас, Ты нам дал жизнь. И Ты, Господи, не только подарил нам жизнь нашу физическую, но Ты дал нам жизнь духовную. Ты возродил нас к новой жизни. Благодарим и поклоняемся Тебе. Благодарность Тебе, Господи, что Ты заботишься о нас каждый день. Благодарим Тебя за эту возможность быть в Доме Твоем еще раз. И мы просим Твоего благословения, Господи, благослови это служение. Благослови, чтобы мы могли с открытыми сердцами слышать Слово Твое, чтобы мы были готовы принимать Слово Твое, и чтобы мы могли быть послушны и исполнять его в жизни своей. Мы просим Тебя, Господи, благослови Николая Андреевича в Слове, в проповеди, в ответах на вопросах. Господи, используй его и исполни Духом Твоим Святым, чтобы все, что будет он говорить, все, что будет сегодня здесь на этом служении, чтобы это было благословением для всех нас и с Твоей силой, и с Твоей благодатью. Мы просим Тебя еще раз, чтобы Ты благословил не только нас, но тех, кто не мог быть по различным причинам сегодня вместе с нами в нашей Церкви. Господи, мы просим Тебя тоже таковых благослови. Тех, кто нуждается, кто находится в страданиях, в переживаниях, в скорбях, посети и утешь. Мы просим Твоей милости, будь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Если в бурях жизни тупоют ручок, ручок и унылья, будь Твой омрачок. Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Мы пришли за гады благами земли, вспомни, есть сокровище на небе сии. Всякую нужду восполнит Сам Господь. В золото дороже, что Он дает. Милости Господь, не вспомни, считай, всегда едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Пободрись же духом на крестах взирай, силою Его все скорби побеждай. Вспомни, все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господь, не вспомни, посчитай, всегда едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня тему, которую будет говорить Николай Андреевич, тема «Встревоженные». Такая интересная тема или загадочная немножко. После темы будут ответы на вопросы, поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, не обязательно по теме, может быть, по другим темам каким-то, пожалуйста, пишите. Листочки, по-моему, еще есть на окошках, ручки. Если кому-то надо, пожалуйста, записывайте. И будем молиться, чтобы Господь благословил, и мы могли услышать действительно много назидания для наших сердец. Будем слушать Слово Божье. Я вас приветствую всех. Мир вам. Я даже улыбнулся, думаю, вот уже встревожился. Говорит, мы даже не знаем, что за тема-то. Втревожится, а кто, значит, он наговорит, правда? Так что, вот, слава Богу, уже кое-кого встревожил. Так что брата ведущего уже встревожил. Таким образом, действительно, есть эта истина. И мы с вами давайте как-то сосредоточимся. Мы с вами имели некоторые беседы, мы рассуждали о том, что мы абсолютно свободны. Мы об этом говорили и подумали, а правда ли мы совсем свободны? И заметили о том, что наша свобода во Христе Иисусе ограничивается Его благодатными повелениями, и благодатными заповедями, которые содействуют нашему духовному росту. И мы в этом не разочароваемся. «Иго мое благо, и бремя мое легко», – сказал Христос. И мы почувствовали, что наша ограниченность поведения в этом мире благами и благодатью Божией содействует нашему благополучию, нашей радости, нашего счастья в Боге и достижении той великой цели. Мы, конечно, радуемся тому, что действительно Господь милостью и благостью Своей, сохраняя нас на земле, дает нам это великое счастье всегда преуспевать в Нем. Да, мы с вами подумали и тоже порассуждали о том, что все-таки, как бы это ни было, мы всегда как-то отвлечены земным, и все-таки даже в земном у нас есть всегда какие-то периоды, когда мы встречаемся с Богом. То есть мы всегда думаем о вечности только там, но есть здесь, на земле, когда мы уже встречаемся. И поэтому Давид сказал, всегда я видел пред Собою Господа. Вот и поэтому всегда, это здесь, на земле, в Его проявлениях, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Почему? Потому что Господь со мною, Господь идет. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь, Господь со мною, Его жезл, Его посох успокоивает меня. Таким образом, встреча, мы с вами поняли о том, что здесь, на земле, имеет значение. Тогда, когда Слово Его коснулось нас, мы встретились, мы приняли святое водное крещение, мы стали Его наследием и благодарим Господа, что Он не погнушался нами. Мы также с вами поразмышляли и о том, что да, есть такое посостояние, состояние, когда кажется, что ты жив, но Слово Священное в Писаниях говорит, но ты мертв. То есть, в данном случае, не просто-таки внешнее проявление наше, но наше внутреннее состояние должно быть таковым. А сегодня мы с вами размышляем о том, что есть тревога, забота, есть некоторый момент, когда должны озабочиться о своем состоянии. Вот это Слово, вот это Проповеди, вот это все – это напоминание. И если оно не волнует нас, то, наверное, что-то с нами не совсем благополучно, потому что каждая эта истина нас касается, и она побуждает нас к тому, чтобы проверить самих себя. Так вот, вторая глава Евангелия от Матфея, мы читаем с вами третий стих. Здесь сказаны такие слова. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ну, все мы прекрасно знаем, что произошло, правда? «Родился младенец Иисус, да? Наследник, царь». Ну, кажется, Ироду-то есть, так сказать, причина – встревожиться. «Родился», значит, престол-то его начинает качаться. «Раз царь родился, вырастет, и все, спихнет его». Ну, а Иерусалиму что? Иерусалим весь встревожился. Почему? Ну, потому что там тоже есть многое. То есть, там есть храм, там есть устройство в храме, там есть многое. А может быть, кое-кто там из тех, кто носит имя, будто жив да мертв, тоже встревожились, придет, да начнет анализировать, да что-то сделает. А он и сделал это. Он вошел в храм и сказал, вы что делаете? «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы что сделали?» Мы превратили его в вертеп разбойников, встревоженные. Они ощутили силу тревоги своей. Пришел тот, который хозяин. Не царство вот здесь, не престола, а дома. Вы знаете, это важно. А ведь когда-то они построили это здание, сооружение. Вы помните это в Третьей Книге Царств, восьмая глава написанной. Соломон, подняв воздев руки, сказал, Господи, небо, небеса небес не вмещают Тебя. Ну, пусть этот дом будет наречен именем Твоем, и Ты простри Твое благоволение сюда. И в девятой главе мы читаем с вами Третьей Книге Царств. Бог отвечает ему, я услышал молитву Твою. И этот дом, и это место, нареченное именем Моим, и имя Мое будет присутствовать там. Господи, куда только расселится народ, куда его судьба бросит даже чужестранные. И когда они обратятся к месту сему, услышь их. И Даниил, находясь в пленении, получил указ для всех не молиться в течение месяца. Встревоженный Даниил в этот час не мог оставить себя равнодушным. Он, напротив, раскрыл окна по отношению к Иерусалиму, к храму, и, молясь, говорил, Господи, Ты видишь. Так молился Соломон, чтоб сюда. И Господь услышал. И хотя он оказался в львином рву, Господь пришел к нему. Господь защитил его и тем самым снял это поношение. Встревоженные. Сегодня действительно мы с вами смотрим на то, как это важно. Встревоженные благочестивые, святые люди. Встревоженные люди, которые отступили от истины, встревожились. Ты так проповедуешь, сказали, что нам сделать дальше нечего. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы делаете это, а истину изменяете. Понимаете, вот эта тревога, которая есть. Пусть и сегодня нас тревожит. Тревожит нас, как членов церкви. Все ли у нас благополучно, мы свободны, мы уже об этом говорили. А пусть у нас потревожит. Потому что действительно, все ли у нас, мы уже говорили, благополучно. А везде ли мы в мире? А ведем ли мы себя в церкви так, как должно? Или, может быть, мы ведем некоторую деятельность таковую, которые когда-то встревоженные во дни Моисея, вдруг тоже сказали о том, ты что вывел нас? Ты что нас из Египта вывел? Погубить в этой пустыне? Что у нас гробов не хватило там, на том месте? И хотели побить его камнями? И он обратился и сказал, Господи, ну что делать-то? Ну побьют меня камнями. Вы понимаете, такие случаи мы с вами находим. Стревоженные люди задавали вопросы, ставили, так сказать, конкретные задачи в этом отношении. Надоело нам, надоело нам. Это манна и манна и манна. И вы все это традиционно старо делаете. Да и нам новое, нам надо мясо, нам надо огурцы, нам надо лук. Ничего нет этого. Стревоженные. Господи, ну где я в пустыне возьму им? Постой. Я им дам мясо так, что из ноздрей их пойдет мясо. И Бог дал им перепелов. Ешьте. Ешьте, если вы сегодня так стоите. Я веду вас в землю, где течет молоко и мед. Что вы делаете? Ни один из вас не войдет в обитованную землю. Все вы ляжете ко сьми в пустыне за то, что вы не почтили Бога. Вы знаете, есть обстоятельства, где надо подумать о своем поведении. Подумать о своем отношении к Божьему. И надо серьезно склонившись сделать. А ведь мы помним с вами. Корейдафан Аверон что сказали? Ну, довольна вам? Моисей Аверон. Ну, кто вы такие? Вот вы взяли на себя ответственность весь всех учить. Все мы святые? Все мы в Боге? Встаньте все перед Богом. Встаньте и пусть Бог решит вопрос наш. И что произошло? Земля разверзла уста и бунтующих поглотила. Вы помним это, да? Поэтому встревоженные, встревоженные тем или другим, должны сегодня подумать о том, как мы живем. Ну, говорили с вами о многих, и можно сегодня опять повторить это. Встревоженный Валтасар, встревоженные многие другие, которые действительно где-то задели личное достоинство Бога. А это главное. Поэтому Бог всемогущий и иной раз долготерпеливый и многомилостливый прекращает свое действие таковое. И вооружается в одежде, и это для того, чтобы совершить суд. Идет совершить суд. И Авраам из шатра своего выходит. И вот идут спутники. И он низко кланяется им. Войдите в шатер, мои господа. Войдите, почтите меня своим присутствием. Он принимает путников, людей, которые идут. И вдруг он понимает, непростые люди – это небожители. Это люди, которые имеют человеческий облик. И они открывают ему историю его, что они идут теперь для того, чтобы погубить Содом и Гоморру. Встревоженный Авраам становится перед Богом. Господи, ну там же племянник мой! Там же наследие Божий милосердный! Неужели они погибнут вместе с нечестивыми? А если там 50 праведников? Господи, ну неужели ты совершишь там? Неужели все это погибнет? Встревоженный стоит перед Богом, молится. Бог говорит – нет, 40 будет – нет. Что такое? Вернее, 50 – нет. А если 40? Встревоженный думает – неужели там и 40 не осталось? И 40 – нет. А если 30? И 30 – нет. Боже мой, милосердный. Да как? Ну что такое? А если 10? И 10 – нет. Все, Авраам, хватит. И Бог повернулся и пошел. Встревоженный Авраам стоит. Что ж сделалось? Десяти – нет. А я же молюсь. Мы стоим сегодня перед Богом. Стоим перед Богом за наши семьи, за наших детей, за наших внуков. Мы молимся – Господи, помилуй! А они нас не слушаются. Мы хотим, чтобы они были праведными. Мы встревожены. Да нет, у меня дети хорошие, у меня они заняты, у меня все благополучно. Все ли благополучно? Все ли достаточно? Вы знаете, может быть. Может быть, наши дети, наши внуки, наши родственники, может, и благополучно устроены, зарплату получают. Но в духовном-то отношении, в каком положении находятся? Доволен ли Господь их жизнью? Мы-то ходатайствуем. Что же? Мы читаем с вами 71-й псалом, по-моему, так я сейчас проверю самого себя. И вот мы читаем там такие слова, которые должны сегодня тоже встревожить нас. Да. 20-й стих, 71-й псалом. Кончились молитвы Давида, сына Исеева. Благополучие ушло. Ходатайствовать некому. Алмата. Наши верующие, брат и сестра в возрасте, им уже за 85 и выше. Господь отзывает их вечность. Они уходят. Дети их благополучны, но не в Господе. Дочь их теперь тоже в возрасте, ей 60 лет. Она занимает положение в мире, это в атеистическом мире. А внук 18 лет, теперь внук этой дочери, попадает в аварию, ломает позвоночник, лежит в больнице, и она дежурит у него. Но в постели пробудившийся молодой юноша повернулся к бабушке и говорит, не стало старой бабеньки и некому молиться за нас. Стревоженая бабенька, которая воспиталась в этой семье, сказала, Господи, что же я делаю? Были родители, молились, а теперь нет. Я должна идти. Она пошла и покаялась. Надо встать, стревоженная, взволнованная. Рот остался без молитвы. Некому молиться за нас. Кончились молитвы сына Давидова. Это печально. И это настораживает. Молимся, стоим. Детки наши, вы благополучны, слава Богу, но ведь я день и ночь стою в молитве за вас. Я молюсь. Да ладно там. Это вам ладно. Мне не ладно. Я волнуюсь за вас. Я молюсь за вас. Встревоженные. Встревоженные положением, встревоженные всем. Мы идем пред Господом. Мы жаждем, чтобы Божья благодать была на нас и на потомках наших. Мы молимся. Поэтому пусть Господь, сегодня посетивший нас благостью и милостью Своею, напомнит встревоженный Иерусалим. Да, он не напрасно встревожился, потому что действительно отступление произошло. Теперь встревоженный Господь стоит у стен Иерусалима, на горе Елеонской. Кто бывал, знает. Я был в Израиле, был на горе Елеонской. Иерусалим вот так. С горы просто-таки его можно смотреть. Ведь стоящий Христос, глядя на пышный Иерусалим, который приготовился к празднованию Пасхи, стеклись со всех сторон люди, как мы сегодня знаем, как это торжественно праздновится, глядя на все это, заплакал. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз хотел я собрать вас, как птица-птенцы под крылья свои, но вы не захотели. Отныне горе будет вам, обложат вас окопами, стеснят вас в стенах ваших, загубят вас, и не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Не знает бедный Иерусалим. Нет, это не завтра случится. Это случится почти через 40 лет после распятия Иисуса Христа. Обложат город, тит войсками, стеснит его со всех сторон, и не даст возможности жителям покинуть его. Осада длится длительное время. Люди начинают терпеть голод, но жажду, нужду десятки, сотни трупов однажды он проезжает, объезжает войска свои, окрест Иерусалима, и видит эту гору трупов. Кровь течет из-под них, они разлагаются. Стревоженно поднял руки язычник к небу и сказал, Бог, я не повинен в крови людей сих. Иерусалим, твой Бог, оставил тебя. Вы знаете, это ужасно. Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен. Вы знаете, здесь не место только наслаждения и развлечения, здесь место поклонения Богу. И поэтому чему мы придаем сегодня больше значения? Тому, кого мы сегодня призвали сюда, дом, сей домом молитвы наречется. Здесь встреча с Богом, всемогущим Богом. И поэтому ходи предо мною. Это очень важно. Мы должны на это обратить внимание. И это действительно волнует нас. Взволновало это и праведника, благочестивого человека, Никодима, который слушает, слушает, вести со всех сторон стекаются. Пророк. Пророк ходит в стране. И вот он теперь здесь, Никодим ночью, как учитель Израиля, взволнованный, приходит и спрашивает его. Вопросы есть. Кто ты? Таких дел, как ты делаешь, никто не мог делать, как не сам Бог. И Христос ему говорит. Говорит слова, которые серьезно касаются этого человека. И он начинает говорить именно так. Я прочитаю это место, чтобы нам не отвлеченно слышать. Между фарисеями был некто, это третья глава Евангелия Теяна, Никодим, один из начальников иудейских, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави!» Не Господи, да? Учитель. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Не Бог. Ты учитель, пришедший. Ибо таких чудес, какие ты делаешь, творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Учитель, но время-то прошло. Как я могу родиться, будучи стар? Неужели я опять должен войти в утробу матери и родиться? Никодим, ты учитель народа израильского, и ты ли этого не знаешь, лишь рожденный от плоти есть плоть. Духовно родиться надо. Человек, занимающийся словом Писания, человек, который молится все время, оказался в этой проблеме. Поэтому тут он только понял, что это не просто учитель. Это не просто человек, наделенный силой Бога. Это сам Бог здесь. Это сама сила здесь. Это тот, кто возрождает здесь. Поэтому действительно, встревоженный, он, конечно, изменяет свое состояние, положение. И он участвует, даже мы помним с вами, когда нужно было погребать тело Иисуса. Поэтому действительно, встревоженные, встревоженные пастухи, которые вдруг неожиданно получили откровение, ныне родился вам в городе Давидовом спаситель. Что делать? Отошли. Встревоженные говорят, ну, что же мы будем сидеть здесь? Пойдем и посмотрим. Кто здесь сегодня? Просто посмотреть, встревоженный, что там происходит в доме молитвы. Дай Бог, чтобы тревога наша окончилась благодатной встречей с Богом, как мы уже говорили об этом, чтобы и в этом прославилось имя великого Бога. Бог тревожил. Тревоженный вождемей, который был слепым, услышал шум народа, движение, не видишь, что идет, что такое, что такое. Иисус из Назарета идет. Иисус из Назарета. Ой, Господи, ну, как бы это, как бы это, ну, кто меня поведет туда? Как бы ему выразить свое состояние? Он переживает и вдруг проходит, он кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ну, что ты кричишь? Столько народу, да тебя, да слепого, делай этого пророка, да он будет на тебя. Замолчи ты, пожалуйста. А он еще громче кричит. И вдруг останавливается Христос. Все в удивлении. Он говорит, а ты кто кричит там? Дайте им возможность подойти. Раступились. Тебя зовет. Трепетий слепого подводит. Что ты хочешь от меня? Господи, чтобы прозреть. Может, в нашем собрании есть кто-то, кто желает видеть Иисуса и сказать ему, Господи, я каюсь пред лицом Твоим. Остановите собрание. Я хочу помолиться, чтобы Бог был со мною. Вы можете это сделать. Прервать наше собрание. Мы с удовольствием это сделаем. Бог сегодня здесь. Кого тревожит сегодня Господь? Кого волнует сегодня Его истина? Кого волнует свое будущее и настоящее? Думайте об этом. Будем молиться. И верующие, будем молиться. Господь с нами. Пусть Слово Бога тревожит нас. Пусть пение тревожит нас. Пусть молитвы тревожат нас. Потому что это необходимо, чтобы эта тревога действительно давала положительные результаты. Мы знаем с вами, что тревога, которая произошла, так сказать, ввела в некоторые действия Иерусалим, и живущих, и царя. Мы знаем о том, что темничный страж, который был поставлен у темничных врат, и когда ночью, это 16 глава Деяния Апостола, мы читаем с вами с 29 по 30 стих, вдруг заковал все, все заковал и все поставил крепко, но вдруг землетрясение, убежали, убежали. Сейчас меч, все, пропала моя жизнь. Не делай себе зла, мы здесь. Постойте, что происходит? Мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? Покайся. И веруй в Евангелие, спасешься ты, и весь дом твой. Стревоженный, припавший к ногам, берет их и получает избавление. Избавление от греха, избавление от наказания, как темничный страж, потому что опять-таки ведет их туда, в заключение, ссадит и думает, Господи, что будет? И вдруг от начальства приходит известие. Отпусти этих людей. Мужи, отпускают вас. Какое счастье, тревоги и радости, которые совершаются здесь. Да, мы знаем, что дело шло, 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 и дни реформации мы читаем. Вдруг встают люди, встревоженные Богом. Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли, люди, которые исследуют Писание. Нет, мы не так живем. Не так в Библии написано. Насколько каждому открыто начинает говорить не так. Не так. Горят костры, жгут еретиков. Не так. Не так. 16 глава Евангелия Теана говорит, и всякий убивающий вас будет думать, что тем самым служит Господу. Господу же, Господу, для Господа. Ну, сжечь этих еретиков. Ну, казнить их. А делают дела человеческие. Да, страшно. Вдруг пришло время, когда стало у нас, на нашей родине, Советский Союз. Нет Бога. Нет Бога. Встревоженные. Атеисты не так были спокойны. Они так наблюдали. Я даже говорил однажды с начальствующим. Ну, там 40 человек, старичков, старушек. Ну, что вы так боитесь, что они взорвут всю советскую власть, перевернут? Да у них ни ружья, ни стрелять-то не могут. Ну, куда они? Да, но у них есть оружие посильнее. Они веруют в Бога. Они веруют. А мы желаем жить без Бога. И этот мордахей все время встает. Встает. Вот, Аман, стревоженный. Все поклонились. Мордохей нет. Стревоженный он готовит казнить. Что случается? Казнить себя. Так случилось. В жизни так случилось. Уничтожить. Уничтожить. Стревоженные тормозят, мучают, не дают. Я помню, как один брат рассказывал, как у них на работе. Ну, как это в атеистическое время было. Вышли газету заводскую на проходной. Наступает Пасха. Это такой религиозный праздник. Это вот то другое. Это все возмутители всего. Нет никакого Бога. Не вот так и так. Ну, вы знаете, как это писалось. Религия тормоз коммунизму. Директор призывает брата нашего и говорит, ну, ты читал газету? Читал. Ну и что? Какой вывод? Вывод тормозить. Как тормозить? А он говорит, а у вас машина есть? Есть. Там тормоза есть? Есть, он говорит. Ну, выбросьте. Да ты что? А как ездить без тормозов? Вот и я так думаю, я тормоз должен тормозить. Когда вы будете лететь с большой скоростью и на станции коммунизм надо выйти, я приторможу. Выбросили и проскочили коммунизм. И оказались вот теперь в таком положении. Тормозов-то нет. Тормоз нужен. Нужен во многом. Поэтому, да, действительно, Бог благословляет сегодня встревоженно и думает, зачем это надо? А Бог говорит, это нужно. Может быть, кому-то сегодня есть тормоз? Тормоз в ваших мечтаниях? В тормоз вашего поведения? Может быть, есть тормоз? Бабушка-тормоз? Родители-тормоз для молодежи? Вот этот тормоз, вот этот тормоз. Дай мне часть моего имения без твоих тормозов смогу жить. И взял свою часть и ушел в дальнюю страну и без тормозов. Ой, как хорошо. Ну, прямо ел, пил. Каждый вечер все замечательно. Однажды хватился, мешочек-то с деньгами пустой. Все прошло, пролетело. Туда больше никто. Папы-то нету. Добавлять туда некому. Что делать? Туда сунулся, сюда. Там не надо, там не надо. Ну, пил же все время. Гулял же. Друзья забыли. Пасет свиней. И думает, Господи, ну, что я натворил-то? Пойду к отцу моему и скажу ему, я согрешил, встревоженный, идет, как примет отец, как примет отец? Ну, я ему скажу, что да хоть наемником прими меня, но не умирать же мне где-то. Отец принимает и вспышность. Встревоженный. получает особое почтение от отца своего. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы, получая различные времена, остались верными пред Богом. Пусть тревожит нас одна истина. Я неизменный Бог. Ходи предо мною и будь непорочен в Америке, в России, в Японии, в любой стране, в любой культуре, в любом народе. Оставайся верным, верным служителем. Поэтому да благословит нас Господь, благословит, чтобы мы с вами вот эту тревогу пережили достойно и чтобы тревоженные, устревоженные каждое собрание могли почувствовать ту благодать Божию, которая наполняет наше сердце. Я в мире с Богом, двери рая, он не отверст, как брат у брат, о, как безмерно я богат, его прощением обладая. В мире с Богом, да поможет нам Господь, а Ему и в этот час, да будет слава. Аминь. Помолимся. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие в нашей среде и за слово, которым Ты сегодня научаешь, обличаешь, вразумляешь, наставляешь и тревожишь нас для того, чтобы мы помнили о имени Твоем и о нашей принадлежности к Тебе и к телу Твоему церкви, в которой Ты и призвал нас. Благодаря Тебя за все мы встревожены сегодняшний день за состояние духовного народа Твоего, за поведение отдельных членов церкви, мы встревожены за то, что дьяволу удается похитить некоторых, увлекши их этим миром. Боже милосердный, и в тех увлеченных на сегодняшний день есть наши дети, близкие нашему сердцу, внуки, правнуки, родные, милующий Господь, сжалься над ними и сохрани их, и обрати их на путь истины. Боже милосердный, мы встревожены о том, что сегодня в местах нашего обитания принимаются законы, противные воле Твоей, Святой, и здесь, и у нас, и в Средней Азии, где также ставятся вопросы об ограничении проповеди Слова Твоего. Умиротвори все, Господи, и дай, чтобы имя Твое и свидетельство о Тебе распространялось. Дай же мужество, силы и крепости служителям держаться того, чему мы наставлены в истине, и чтобы истина восторжествовала. Прибудь с нами, храни нас и в этот вечер, и в последующие дни, и будь прославлен во всем. Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. Ах, в этой бурной жизни во сердце даст Бог, до жертву всех на море живительной водой. Христос, священник, христос, священник, христос, священник, христос, И чай меня утверждает навсегда. Я скорбью утрученный со всех сторон враги, Кто защитит, удержит на жизни нам пути. Христос лишь один, 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 И меня утверждает навсегда. Он грех меня терзает, Прошусь я вред судом. Не знаю избавления, Найди мне где и в дом, Христос лишь один, 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 Субтитры подогнали Симон. 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 это много-много молодых людей, которые возревновав о Господе, служили Ему. Дай Бог вам, молодежь, чтобы вы не просто посещали и не просто смотрели сюда, и не за коллективом только шли, но блажен человек, который один встанет и скажет, а я, а я буду служить Господу. Милые мои друзья, как хотите, а я буду служить Господу, и Бог будет с вами. Действуйте так. Так должно поступать истинному христианину, и Господь будет таковым. Вот здесь дважды поступило, видимо, и на молодежном собрании, и здесь, чтобы я засвидетельствовал, что были ли откровения и сны, которые сбылись. Я вчера ответил на это. Да, были, но я не живу с нами. Я не жил и не живу с нами. Это было Богу угодно открыть это. Богу было дано сказать. И я не обольстился этим, что так будет, но оно так сбылось. И это были особые минуты духовного переживания. И тогда, когда я выходил на Ниву служения, Бог сказал о том, вот так будет, за тобой будет много народа, ты должен стоять на кафедре. И это не я видел. Это видела сестра, которая так сказала в собрании нашем, маленьком, в подвальном и так далее. Она это видела. Я сегодня только говорю, я 50 лет молчал об этом, для того, чтобы никого не раздражать, никому-то не сказать, что я особенный. Нет, я такой же, как и все. Но есть Бог, который видит, который знает, и который кое-что скажет. Каково ваше мнение на христианских коммунов? Ну, то есть, наверное, коммуны. Ну, о христианских коммунах мы вчера немножко и отвечал на это. Вы знаете, это благодатная идея. Она в Священном Писании. И мы знаем с вами о том, что в 5 главе Деяния апостола описано, что все полагали свое имущество, у ног апостолов, и никто ничего не называл своим. Но там оказались Анании и Сапфиры. Это нелегко было. Коммуна – это коммуна. Но в коммуну могут войти люди, не вполне преданные Богу. В коммуну могут войти люди, не вполне честные, справедливые. И поэтому коммуне не так легко жить. И если сегодня я смотрю на это, я только одно говорю. Нет, Бог не создал отдельного общества на земле, которое бы так вот сплотилось и жило своей кучкой. Он разбросал не в коммуне, а в разные места земного шара, для того, чтобы мы жили и своей жизнью светили светом Христовым. Поэтому ни к коммуне стремитесь, а к Богу стремитесь. Посвятить себя Богу. И среди этого темного, греховного мира, сияя как светильники Божии, делайте так, чтобы люди увидели, что даже живя среди их, мы все-таки живем достойной жизнью. И одна коммуна, которая есть у нас – это церковь, которую мы должны любить, которую мы должны посещать, в которой мы должны жить нормально. Об этом у нас еще будет тема, и мы будем говорить на ее. Поэтому да благословит Господь. Не озадачиваться тем, что вы Евангелем можете покорить абсолютно все. Эти идеи потерпели кораблекрушение. Иван Степанович Проханов, благословенный служитель нашего братства, в свое время был настолько вдохновен, что ему казалось, что когда он сотрет границы межконфессиональных различий, и когда не будет отдельно, что это вот евангельские христиане, это баптисты, это еще как-нибудь, а когда все будут называться христианами, и когда Евангелие будет проповедовать, Россия воспрянет, не будет рабства, не будет греховных действий, и Россия без революции, без кровопролития пойдет в Царство Божие, будет рай на земле. И там, в долине, в долинах Алтая будет город солнца, где будут жить благочестивые христиане. И Бог увидел это увлечение и сказал, так не будет. И поэтому наступил 37-й год. Поэтому не надо думать только об этом. Надо думать, как жить благочестиво и как благочестиво вести себя в церкви, сознавая о том, что это Божий институт людей. И здесь надо чувствовать его присутствие. В Старом Завете говорится о сотворении ангелов, настоящие факты, где говорится об сотворении. Ной хороший и так далее. Но мой хороший друг, еврей, спрашивает мне об этом. Я вчера уже отвечал тоже на этот вопрос. Вот тут два, поэтому я отвечаю дважды, потому что я теперь не все помню, где это. Да, ангелами твоими творишь духов. Бог творит, и об этом нам сказано, что это духи, которых Бог посылает для осуществления своих планов, своих программ, своих действий. И поэтому все, что мы только знаем, мы можем то и сказать на сегодня. Кто является двенадцатым апостолом, Матфей или Павел? Я знаю, что я отвечал на это. Но я хочу сегодня напомнить еще. Кто-то, видимо, может быть озадачен этим. Я знаю, я как раз сейчас иду по вопросам, на которые я уже отвечал. Но почему-то я счел занужное все-таки подтвердить это священным писанием. Поэтому, пожалуйста, кто задавал этот вопрос или кто-то, вы можете проверить на основании священного писания. Послание к римлянам, 11 глава, 13 стих, здесь сказано, «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников». Поэтому 12 апостолов. И Матфий, который был избран там, он сопричислен к 12 апостол Павел и апостол язычников. Это записано в 15 главе, 16 и 16 стихи. В 15-16 и последствии утверждения апостола Павла первое послание к римлянам, 9 глава. Здесь первый и второй стих. Там вы тоже найдете, что он говорит о том, что он как раз апостол язычников. И это очень важно. Ну, вот так начну с сегодняшней записочки. Как понимать богатый в Боге и как этого достичь праведной, благочестивой жизнью и полному по доверию Богу. Богатый в Боге. Бог – сила моя, Бог – крепость моя, Бог – защита моя, Бог – упование мое. Не поколеблюсь. Так читаем мы с вами, да, в псалме? Поэтому, если я имею вот все это в своем сердце, полагаясь на милость и благость Божию, тогда не значит, что у меня ничего не случится в жизни. Но если я пойду и долиной смертной тени, ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокоивают меня. И поэтому богатый в Боге – это человек, который живет достойной жизнью, полагается на Бога и живет верою и находит удовлетворение в Боге. И поэтому все земное для него превращается в ничто. Поэтому, действительно, он считает это за ссор, за ненужное. И тогда, когда это земное перестает действовать на него, владеет им небесное. И это очень хорошо. Стоит ли тревожиться о новопоставленном законном в Вашингтоне? Ладно, полом браке, ладно. Или оставить в покое. Дальше тревожиться о себе и о семье. Можете о семье и о своих близких. Это должно заботиться всегда. Кто о своих и о домашних не печется, хуже неверного. Но мы живем в этом мире. И поэтому мы видим, в слове Священного Писания Бог поставлял людей, которые шли к царям израильским, и которые царю израильскому говорили не так. Не так. Бог говорит тебе не так. Я считаю, что мы, как верующие, обязаны выразить свое мнение по поводу законов, противодействующих Евангелию и нормальному обитанию общества. Не надо сегодня, так сказать, создавать какие-то политические объединения. Но любая церковь, любой человек-христианин благодатное письмо может направить президенту, может направить правителю, который у вас здесь, и сказать, что я, как верующий человек, читая Евангелие, очень скорблю, что вот сегодня проявляется такое. Это разложение общества. Будьте любезны, если это от вас зависит, измените ваше настроение и мнение, и не дайте, чтобы этот грех возобладал над трезвым разумом. Все, это будет хорошо. И когда многие напишут, и когда многие скажут, и когда многие придут к урнам и скажут, нет, мы не согласны, и в том числе первые, это верующий, когда шел референдум, надо было пойти и сказать, мы против. Мы против, потому что мы верующие. Это правильно. Мы не воюем, но мы выражаем свое мнение. И это правильно. Поэтому надо тревожиться. Не только о семье, но семья находится в обществе, а когда в обществе проявляется что-то, противодействующее Евангелию, надо все-таки это сказать. И надо сказать о том, что да, мы все-таки действительно за то, чтобы Божья праведность, святость была в нашей среде. Ваш первый ответ, то есть обобщение предыдущего... Спасибо, не знаю, за что идет речь. За что вы меня поблагодарили, не понял. А если подошел обличик, обличил они, ты очень серьезный, ты очень категоричен, как с таким дружить и общаться? Общайтесь только на основании Слова Божия. Может быть, и строгий, может быть, и жестокий, может быть, как вы здесь и говорите, серьезный. А вообще-то христианин что, должен быть несерьезным, что ли? По-моему, всегда должен быть серьезным. Всегда должен быть серьезным – это значит ответственный. За все ответственный. Садиться за руль должен быть серьезным. Чтобы вести транспорт нормально, соблюдать все правила, быть очень внимательным, серьезным надо быть. Не надо думать, а, лишь бы так, делаешь какое дело – надо быть серьезным. Принимаешь кого-то, беседуешь, разговариваешь, даешь совет – надо быть серьезным. Не надо сказать, да я пошутил, да я пошутил. Не надо шутить, надо говорить серьезно. Поэтому Слово Писания говорит, что в делах каких-то жизненных, важных, мы должны быть истинно серьезными людьми. Поэтому не печальте, что вас сказали так. И Христу когда-то подошли и сказали, непростые люди, а первосвященники, книжники, учитель, говоря так, ты обижаешь и нас. Слышали такое слово? Да? Ну что ты, хоть чуть-чуть-то, на что, почти. Но Христос говорил и сказал правду. И поэтому, если мы сегодня с вами делаем это, не печальтесь, что вас не признали, что на вас, ну, как-то отреагировали. Знайте, что всякий, делающий что-то неподобающее, очень боится, очень ему не нравится, если когда-то его обличают. Некоторым не нравится наше собрание. Почему? Здесь говорят грех, грех, грех. Да не надо о грехе. Ну, все, грех уже простил Христос. Говорите о небе, говорите о радости, говорите все. Не надо о грехе. Почему? Да потому, что я живу во грехе. И все время меня это колет, колет, и ты живешь. В этом больно? Ну, так покайтесь. Поэтому, действительно, надо сегодня сказать, что да, мы должны жить благочестивой жизнью. 1 Петра 4, 12, 19. Как понимать? Праведник едва спасется. От чего? Неужели мы еле-еле спасаемся через Иисуса Христа? О чем здесь речь? Христос – сила наша. А то, что мы еле-еле относимся к своему положению по отношению Христа, то это же правда. Мы же, наверное, должны с вами помнить о том, что как бы мы себя не, так сказать, не выкраивали, как бы мы не смотрели на самих себя, но здесь сказано, если... Первое послание, 1, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так что? Кто говорит, что Он без греха? Кто? Апостол Иоанн говорит, кто? Лжец. И нет в Нем истины. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает? Встаньте. Да дело не мы не грешим, мы не живем во грехе. Это правда. Это правда. Но мы всякий раз замечаем, что у нас что-то проявляется не так. Где-то нетерпеливы, где-то обиделись, кого-то не поприветствовали, кому-то чего-то не сделали, где-то что-то обошли, где-то Писание не почитали, где-то не преклонили колени, перед Богом не помолились. Ну, слушайте, сколько у нас всего недостатков. И поэтому мы читаем с вами книги Экклесиаста, седьмая глава. Здесь сказаны такие слова. Я думаю, что они относятся ко мне и к каждому присутствующему здесь. Здесь сказано так. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. А мы, конечно, и даже добро делаем. Делаем тем, кто делает нам добро. Мы приветствуем тех, кто нас приветствует и стараемся обойти тех, кто, ну, кто-то к нам не симпатичен и даже руки не подать. Делаем. Ну, делаем. Давайте мы скажем, не у всех у нас такое расположение, потому что я боюсь замараться за другого, не думаю о том, что я уже замаран. Поэтому это так. Слово Писания именно об этом говорит. И апостол Павел говорит в первом послании к Оримфинам, 9 глава, 27 стих. Он там говорит о том, что хотя я сам за собой ничего не замечаю, тем не оправдывай судья же мне Бог. И поэтому, но я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедую другим, самому не остаться недостойным. Я борюсь. И помощь мне, Господь. В Боге сила моя. И поэтому еле-еле, как здесь написали, не еле-еле, мы спасаемся стопроцентно во Христе Иисусе, но мы обязаны и призваны бодрствовать. Как бы мы ни достигли сегодня, какой бы духовной высоты, и все-таки мы во плоти, и все-таки немощь плоти проявляется у нас. И зависть, и сварливость, и обиды, еще раз повторяю, все это иной раз порабощает нас. Поэтому во Христе, да, мы спасены на сто процентов, но спасение наше требует серьезных усилий, ибо Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Да какое усилие? На какую гору мы лезем-то? Мы не альпинисты, а усилие, чтобы сковать самого себя. Вот это. К труду же ведь призван я на землю в борьбе с своей плотью и злом. Вот что. И я дальше могу распространяться. И в семье бывает, и дети наши, вот, пришедшие в возраст, часто тоже обладаемые самостоятельностью. Говорят, да хватит вам! Да ладно вам! А все-таки слово-то Писание говорит, почитай отца и мать, и долголетен будешь на земле, и будет тебе благо. Поэтому это необходимо. Это ответ на этот вопрос. Можно ли нам, христианам, относиться с нареканием о падении и грехах, и недостатках ветхозаветных праведников? Иаков, Давид, Соломон. Не следует этого делать. Я слушал однажды проповедь одного проповедника, который говорил, вот Иаков – обманщик, вот он обманул, вот он там и там, ну, все, вы это знаете. Я после собрания подошел к нему, говорю, благодарю, брат. Но Бог, сам Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, еще не сказал, что твой. А ты его осудил. Вы понимаете, не судите никак прежде времени. И Соломон, и все. Библия открывает нам истинное положение ничтожества человека. Даже великие праведники и их изъяны показаны в Библии не для того, чтобы уничижить их, но для того, чтобы никто из нас не возгордился, не превозвысился. И если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. И поэтому, вот Слово Божие, оно именно говорит об этом. И поэтому, если мы сегодня говорим, там у Соломона изъян был, мы должны знать, что они жили в другой культуре, в другом религиозном положении, в других формах поклонения. И кое-что, что нам сегодня в Евангелии неприемлемо, они жили в то время. Самуил подошел и рассек мечом Агага, царя. Что, я кого-то должен рассечь сегодня мечом? Но у них было зуб за зуб, око за око, да? Закон был. Закон теперь не действует, потому что есть благодать. Поэтому не пытайтесь. И никто из проповедников сегодня не должен касаться тех, о ком Бог все-таки сказал положительно. Это Бог сказал, не я. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, да? И поэтому все, это Бог сказал. И Бог сказал о Петре. Он трижды отрекся, правда? Но Бог ему сказал, паси овец моих, паси агнцев, кто из нас может сегодня упрекать Петра в его несовершенстве, в его отречении от Христа. Бог помиловал его, правда? Поэтому не надо этого делать. Это будет неправильно. Если вам говорить не о чем, лучше не говорить, чем говорить то, чего не следует. «Как объяснить местописание, говорящие о грехе к смерти и грехе не к смерти? Ра, блудница, спасла соглядатаев, но обманула тех, кто пришел искать души соглядатаев». Не нужно, опять-таки, путать. Я еще раз говорю. Они жили в Ветхом Завете и были законы совсем другие. И это надо учесть. Обманула, сокрыла. И все-таки Раав есть Раав. Поэтому мы должны с вами посмотреть, что она в Новом Завете в перечне праведных людей. Вы будете судить ее? Но Бог оправдал. О чем она нам теперь сегодня говорит? Ведь каким путем это достигнуто? И поэтому давайте обратим внимание. Бог не отнесся к ней как-то. И ее действие Богом было поощрено. Однако это не говорит нам о том, что мы сегодня должны лгать, спетлять и так далее. Слово Писания есть живо и действенно, но в наше время. И поэтому мы в послании к римлянам 2 главе читаем такие слова, которые говорят нам, что и наша ответственность перед Богом рассматривается в разных ситуациях по отношению того времени, в которой мы живем. 2 глава здесь говорится так. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Это 2 глава, 13 стих. И ниже я читаю послание к римлянам. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то они, не имея закона, сами себе закон, они показывают, что дела закона записаны у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благословению моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа, учтется. И поэтому мы сегодня не можем тех, кто жил в том периоде, судить евангельским путем. У нас, к великому сожалению, на сегодня еще есть, мы с вами судим тех, которые жили вне Евангелия, которые еще не были уверовавшими, и мы требуем, что у них там что-то было ненормально. Да там никто нормально не живет. Там-то никто за барьером церкви. Но когда помилованы, когда очищены, когда оправданы, тогда все то, что было до обращения, покрыто благодатью Господа Иисуса Христа в покаянии. И настал новый период времени. Поэтому следует на это обратить внимание. Как свидетельствовать мусульманам? Так же, как и тем, кто называется христианином, так же, как тем, кто называется другими, как всем грешникам, так и мусульманам. Не надо выделять, что мы вот Магомета ни за что. Не надо. Это святыня, мы мусульман. И не надо касаться их святынь, для того, чтобы не вызвать с их стороны огорчений и хуже ожесточения и, может быть, даже буйные действия. Апостол сказал, проходя и осматривая ваши святыни. Деяние апостолов, 17 глава, это святыня. Поэтому я когда-то был на Украине и слышал проповедь одного брата, он на Украине там говорил, мусульмане, да вот Магомет, он вот такой, такой, ну, он там распалился. Когда закончилось собрание, подошел и сказал, брат, хорошо, что ты не в Средней Азии и не в среде мусульманской страны, тебя бы разорвали на клочки. И ты бы сказал, что за Христа нет, ты посигнул на святыню народа. И этого не следует делать. Проповедуй Христа распятого. И это будет достаточным. И кому надо будет, тот услышит. И кому надо будет, Бог тому откроет. Не трожь Коран. Не трожь обряды. Не трожь, не надо. Если кто-то будет что-то говорить, ну, надо сказать, в Библии моей этого не записано. Нет. Вот написано, не сотвори себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся ими. Это в Библии написано, я не знаю. И поэтому я не поклоняюсь никаким изображениям. Так это же иконно, это же так. Ну, если так, ну, пожалуйста. Но в Библии вот так сказано. Я больше ничего не могу сказать. Да вы все, это же, это ваши доски, это ваши... Вы что? Вы куда залезете? Святыня? И вы называете ее доской? А они поклоняются? Вы огорчаете, оскорбляете? Не надо. Не надо так действовать. Не надо уничижать святыни. А что мы не поклоняемся? У нас есть основания. Имейте Писание, прочтите тексты Священного Писания из Библии, возможно, даже для тех, которые тоже именуют себя христианами. Правда? И тогда все будет нормально. Так вот, наши предки нам вот сказали вот так и так. Ну, это предки, а мне сказал Господь, и тебе говорит Господь. Вот в Библии. Ты веришь Богу? Верю. Ты Библию веришь, что она священно написана? Верю. Ну, вот в этой Библии так написано. Ну, что мне теперь делать? Вы понимаете? Вот так надо скромно, а если мы будем лезть, да еще вот в такие ситуации может получиться так, как у апостола Павла. Вы помните, когда его обвинили в том, что он не исполняет закон, и когда они начали кричать, и так дерзали, что разорвать Павла так, что должен был римский отряд войти в среду вот этой разъяренной толпы, взять апостола на руки и внести его в крепость, да? Вы помните, да? Это серьезно. Не надо думать так просто. И не надо думать, что если мы посягаем где-то на святыне, пройдет это просто. Надо думать об этом, быть озадаченными, быть осторожными, внимательными, и выражать свою преданность Господу. Объясните, пожалуйста, в какие это преисподние места сходил Христос, и как он проповедовал во дни Ноя, и кому, и о каких душах темницы, говорит Писание. Ну, я думаю, братья и сестры, ну, вы же читаете, я же нового-то ничего не могу сказать. Ну, давайте внимательно прочитаем, здесь же все сказано. Вот, как сказано в третьей главе второго послания апостола Петра. Здесь следующее написано. И как об этом и говорит он во всех посланиях, которых есть, нечто неудобообразумительное, что невежды и утвержденные души к собственной погибели вот преобращают, превращают, да, что действительно Господь, вот, в дни Он ходил. Я не нашел это место, тут вы место не написали. Я только хотел сказать, прежде всего, так, с 19 стиха. Даже раньше. Да, да, с 18. Вот, а я... Третий с 18. Вот, правильно. А я открыл второе. Спасибо, вы помогли мне. Вот. Которым, вот так, «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, как быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находившимся в темнице духам сошед проповедовал». И обратите внимание, кому проповедовал? Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Какое время? «Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Вот это ответы. Кому проповедовал? Когда проповедовал? Где проповедовал? Да? С другой стороны, в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 4 стих, мы читаем следующие слова. Если мы сегодня... То есть мы говорим о Христе, да? Здесь написаны такие слова. «И все пили и одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Да? А это же было в Ветхом Завете, правда? Камень, с камня потекла вода. Апостол что говорит? Это был кто? Христос. Таким образом, когда проповедовал? Где? Вот проповедовал. И тем, которые были в одни Ноя, проповедовал. И проповедовал через Ноя. Он проповедовал то, что строил ковчег. Он говорил о Боге. И вот все то, что произошло. Я думаю, что вот здесь и места. А о том, что преисподнее место, где оно находится. Ну, координат нам не дам. Что мы должны сказать? Где? И я не могу этого сказать, потому что это не написано, правда? Поэтому мы не можем этого сегодня говорить. Некоторые говорят там. Я когда тыкаю вот туда, вылази там в Москве. Там же половина. Если я себя так воткну, то вот там сейчас на 12 часов разница, правда? Так где теперь? В Москве или вот там? Поэтому не там, а в преисподнем месте. А где оно находится? Это Бог знает. Он обитает в неприступном свете. И все то сокрыто. И поэтому стоит ли нам сегодня говорить, где это? Главное, что мы не должны туда попасть. А почему Он там проповедовал всем? Нет, всем Он не проповедовал. Он проповедовал тем. Как Он проповедовал? Придем и спросим Его в вечности. Господи, как ты там разговаривал-то? Он нам не открыл. И если я сейчас начинаю говорить, я начинаю философствовать. И скажете, Колесников говорил так. Ну, Колесников мог и говорить. А что Колесников? Ну, говорил, да и все. А на основании чего говорил? Ну, он о том же придумал. А я не хочу такого. Я нигде не хочу придумывать ничего. И если нет оснований в Священном Писании, не хочу этого и говорить. Что сокрытое, то принадлежит Господу. Открытое нам и детям нашим. Поэтому давайте не философствовать. Давайте вот то, что мы прочитали, поймем. Это написано. Это имеет силу Божию. Это действительно. А уж детальки, которые сегодня касаются, ну, наверное, Бог счел за нужное скрыть и не открыл даже Колесникову. Понимаете? Вот это интересно. Я хотел бы, но он меня не дал. «Бытие» мы читаем с вами 1 глава, 31 стих. «Скажите, как понять слово? Хорошо и весьма хорошо». Это заключительная часть 1 главы книги «Бытие». Когда Бог совершил все творение, когда сделал, когда посмотрел на Него, так. Это к кому относится? Об Адаме и Еве или обо всех нас? Это относится к тем, кого Он сотворил. И о рыбах, и о звездах, и о растениях, и о всем. Он закончил весь процесс творения, включая туда и Адама с Евой, и сказал, все, что Он сделал, Он посмотрел, и это хорошо. Весьма хорошо. На это Он сказал, что вы хотели дальше сказать? Если вы туда включены, но там, по-моему, еще не было, кроме Адама и Евы, вас и меня, правда? Поэтому там были только те, кого Он сотворил там. А вот уж когда Он посмотрит на нас, сегодня, то скажет ли Он, что мы очень хороши, весьма хороши? Вот этого я не знаю. Давайте посмотрим. Поэтому то, что сделал Бог, все хорошо. Почему это так? Потому что некоторые сегодня хотят сказать, что Бог допустил ошибку. Там не все было сделано в Адаме, и потому Адам был вот такой. Там не все в природе сделано было, поэтому пошло повторение там. Вот это неправильно. Потому что все, что создал Бог, было совершенно, было полноценно, и сам Бог сказал о том, что все это хорошо и весьма хорошо. Но люди пустились в помыслы, да? И теперь, когда пустились в помыслы, начали осуждать и Бога. Поэтому там сказано о тех. Я уже сказал. «Действительно ли Иоанн Креститель, величайший из пророков, усомнился во Христе, что послал учеников ко Христу с вопросом, ты ли Христос?» А вы откуда знаете, что он усомнился? А я не вижу. Он просто напомнил Христу. «Если ты Христос, то почему я в тюрьме?» Это азиатский жест. Обратите внимание, азиаты, когда разговаривают, разговаривают по-особенному. Я вот сегодня просматриваю эту записочку, подготовил. Думаю, у меня время есть еще, да? Чтобы вот прочитать. Это 23 глава книги «Бытие». А тут поступило, чтобы я не очень ерехорился, правда. Хорошо, спасибо. Вот. Давайте вот мы послушаем с вами. Вот простое. Вот нам это не вмещается. Азиаты, когда встречаются друг с другом, они говорят «Мир тебе, как твоя семья, как твоя жена, как твои дети, как твоя скотина, как твои жилища». О, по-моему, Христов сказал, когда идешь, то не приветствуй никого. Это не кончится, понимаете? Это так будет продолжительно. И вот здесь мы читаем с вами, когда умерла Сара, и Авраам решил похоронить ее. То вот тут интересно, вот я прочту все-таки, это очень важно. Ну, интересно. Авраам пошел, чтобы похоронить, и пришел к сынам Хеттовым. Из 4 стиха, 23 главы, читаем. «Я у вас пришельцы, поселеницы. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне, умершую, схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хеттовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова». А он здесь сидит. Не он будет просить, а вы попросите его для меня. Вот джаз какой, понимаете? Он бы обратился прямо сразу к этому Ефрону. «Чтобы отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля, его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон, присутствующий здесь, хитиянин, отвечает. Ефрон же сидел посреди сынов Хеттовых и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хеттов, всех входящих в ворота города, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на поле, даю тебе предотчами сынов народа мое, дарю тебе ее, похорони умершую». Ну, все, бери. Процесс торговли идет дальше. Авраам поклонился пред народом землетой и говорил Ефрону вслух народа землетой и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя, что это значит? Похорони умершую, я дарю тебе, она стоит 400 сиклей серебра, ну, что это для тебя и для меня?» Авраам выслушал Ефрона и ответил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил слух сынов, сделка состоялась. Вы слышите? Вот это так, таким замысловатым путем Иоанн крестительно правил, не сомнился, а засвидетельствовал, я-то нахожусь в темнице. Ну, ты подействуй как-нибудь. Христос подействовал. Он услышал это и сказал, «Сообщите Ему, это Я, и Он будет освобожден». И Ему отрубили голову. Вы не согласны? Действия Иоанна Крестителя на земле закончились. А у Бога смерти нет. Бог взял его к себе посредством вот таких страданий. Все, его жизнь закончилась. Он у Бога, благословенный муж. Таким образом, все, не томится в тюрьме. Нам-то такой финал не нравится, а у Бога, у Бога свой финал. И он иной раз делает так, как ему угодно, и поэтому, ну, согласны вы или не согласны со мной, мое мнение таково. И суждение. Меня это удовлетворяет. Первое Коринфянам, одиннадцатая глава. «От того из вас немощны и больны, и немало умирают». Расскажите, похоже, получается, как больны и умирают. Духовно или физически только? И духовно, и физически. К великому сожалению, мы подчас к вечере Господней относимся, может быть, некоторые, я не хочу сто процентов сказать, очень легковесно. А слово Писание говорит, не участвующий в вечере Господней вычеркивает себя из среды спасенных, потому что он не участвует. Почему? А неучаствующий свидетельствует о том, что он недостоин. Как недостоин? Я потому что чист. Раз ты уже всех осуждаешь и устраняешься от вечерей, ты уже не чист. Ты всех судишь, кроме самого себя. А вечеря говорит, самих себя исследуйте, самих себя испытывайте и таким образом совершайте. И поэтому в книге чисел, 13 глава, 9 стих, вот, так, сейчас найду, вот, там сказано, кто чист, и нехун, а 9 глава, 13 стих, книга чисел, 9 глава, 13 стих, а кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из среды народа своего, ибо он не принес восприношение Господу в свое время, понесет на себе грех, человек тот. Неучастие в вечере Господней открывает грех неучаствующего и исключает его из списков тех, кто благоговеет пред Богом. Думайте об этом. Каждый раз мы совершаем две вечери в один момент. Некоторые едят и пьют, вспоминая крестную смерть Господа Иисуса Христа, они достойны участия в вечере Господней, ест и пьют осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, подписывает своим таким небрежным отношением смертный приговор, что сделал Иуда, участвовавшись с Господом в вечере. Некоторые мне возражают, но мое такое мнение. Я не смущаюсь от того, что 12 апостолов находились в этой горнице, Иуда участвовал и тем самым подписал себе смертный приговор. Поэтому думайте, вы участвуете достойно, вы испытываете самих себя, и поэтому, если да, то да. Но Бог, будучи милостив, сказал, что некоторые понесут, некоторые предупреждения, могут заболеть. Мы обычно больных не спрашиваем об этом, а ваша болезнь, как вы проверяете, как вы относились к собранию, как вы относились к членам церкви, как вы участвовали в вечере Господней, а может быть, вы участвовали ненормально. Подумайте об этом, и Бог положил на одр болезни для того, чтобы испытать вас, для того, чтобы напомнить об этом. И может быть такое, и может быть, некоторые физически умрут. Это Бог определит как. Объясните, пожалуйста, места из книги Деяния апостолов 9-7 и 22-9. Сейчас я открою, посмотрим. 9-7, что здесь у нас. Вы хотя бы немножечко слово дали поймать, и тогда можно было бы... Люди же шедшие с ним стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. И вот теперь я понял, о чем идет речь. И 22-я глава, 9-й стих, здесь сказаны такие слова. Бывшие же со мною свет видели, и пришед в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Голос, те, значит, сейчас мы сопоставим, чтобы все это было, как оно на самом деле. 9-я глава, значит, у нас 7-й стих. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, и никого не видя. Собственно, слушайте. Ну, то же самое идет речь, правда? Ну, одинаково. Они слышали голос, и никого не видели. Кого? Подтверждается. Голоса, говорившего мне. То есть, они не видели, кто говорит. А апостол? Апостол разговаривал с ним. С Христом, правда? Голос тоже все слышали. Вот этот голос, которым говорил апостол, его слышали. Голоса говорившего они не слышали. А вот что Павел говорил, то это слышали. Вот такое объяснение этому месту Писания у меня. Церковь должна быть богоцентричной или богочеловеческо-центричной. Ой, как хорошо, да все так, все центрично куда-то, даже не знаю, куда сместиться. Так церковь сама по себе, это чье устроение общества? Я создам церковь чью? Мою центром церкви кто должен быть? Христос. А что значит человека богоцентричным? Что тут увязалось? Что это за разговор? Я не пойму. Мы все составляем общество искупленных, и поэтому центричны мы в Боге, потому что Бог действительно является тем, кто и призвал нас, кто и пасет нас, Он пастор, и так далее. А мы, овцы Его, объединены вокруг Его им же. И Бог прилагал спасаемых к церкви. Правда? Это действие Божие. Поэтому вот тут я не знаю, что еще там дальше в этом вопросе. Вот сейчас мир тревожится и переживает о 2012 году. Всякие признаки происходят вокруг и так далее. Люди открытия или знамения. Вопрос. Нам можно этому верить или бояться? Бойтесь, Господа, не дад. И все. Вы еще до 12-го года кто-то из нас доживет или не доживет. Это главное. Может, Христос придет. Не бойтесь, не дад, ничего. Бойтесь Бога. Вот как написано в Священном Писании. Давайте мы его прочтем. И это будет, по-моему, хорошим для нас с вами положением, где сказано о том, как мы должны с вами вести себя. Это 8-я глава книги пророка Исаии. Вот здесь написаны такие. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что они боятся, и не страшитесь. Господа Саофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Таких страхов мы уже пережили, а вы в Америке особенно были свидетелями. 2000-й год, как будут работать компьютеры, как там все. И меня спрашивали, как у вас в России? Я сказал, мы замечательно чувствуемся. У нас компьютеров нет, мы на это не обращаем внимания, мы как жили, так и жить будем. Это вы, когда переключить, не будете знать, куда вам идти. Мы без света живем, у нас часто бывает, и дороги нечищены, можем проползти. Нас ничего не страшит. Нас страшит только Господь. Правда? Вот это главное. Бойтесь Господа. И этот 12-й год переживется. И таких годов было очень много. И говисты говорят, в 14-м году Христос для них пришел, а не блуждает до сих пор по квартирам. Понимаете? А он уже пришел. Чего они там возмущаются? Все пройдет, и это пройдет. Не бойтесь 12-го. Бойтесь Господа, и живите свято. И тогда, если день этот придет не в 12-м, а завтра, слава Богу, а если в 12-м, ну, а что праведнику бояться? Ну, в 12-м возьмет. Давайте будем в 12-м готовым. Правильно ли будет внедрять в церкви общецерковную молитву Отче наш? Ведь не все, не всегда могут молиться этой молитвой. Ну, то, что не все и не всегда, это уже теперь проблема частного молитвенного служения пред Богом. И это необязательно. Христос не вменил нам это в обязанность обязательно повторять каждый раз. И я, например, сегодня говорю, если это просто ввести как обряд и таким образом просто повторять эту молитву, не придавая значения словам, которые есть, то лучше не молитесь ей. Ведь там же все заложено. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прощаем? В мире? Так повторяйте так, как должно. Это ведь не просто слова. И хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Вы нуждаетесь? Да у нас хлеба полно. Ну, так написано. Нет. Его завтра может не быть. Говорите это сердечно. Говорите это с оценкой. Благодарю тебя за то, что есть хлеб. Ну, и завтра этот же хлеб мне надо будет. Благослови, чтобы у меня мир был. И услышь, и царствие твое да будет как на небе, так и на земле. Вы готовы жить в этом царстве? А царство Иисуса Христа свято. И живущие в этом царстве должны быть святым наследием. Вы готовы подчиниться Христу? И когда сегодня, извините, я вот этот сбитый вопрос иной раз говоришь. Ну, зачем вы такие рубашки носите? Молодежь, ну, что вы так? Ну, что вы такое? Ну, так, это мода сегодня. Когда говорим о платках, извините, пожалуйста, это уже избитая. Не боятся ни Бога, не стыдятся ни Писания. Вот это так, вот это так. Вы готовы в царстве жить? В платках Бог скажет, ходите. А вы скажете, нет, мы с тобой не согласны. Ну, я не ставлю этот вопрос камнем сегодня, преткновение. Но я думаю, что если бы мне Христос сегодня сказал одеть тюрбан, закрыть рот и нос и все, и ходить только с прорезанными глазками, я сделал это ради спасения пред Богом. Поэтому я это делаю. У меня нет вот сегодня ни серебра, ни золота, ни колец. Я женатый, прошел все время. Тут, говорит, кольцо это надо, чтобы другие видели, что ты женатый. Я говорю, кольцо тебе надо вот сюда, в нос, да вот такое, чтобы ты не совал нос туда, куда не надо. Мне за мной никто никогда не гонялся и не будет гоняться. Веди себя прилично и все комплиментики и все шуточки оставь в стороне и бойся Бога. И тогда все будет с тобою. А мы сегодня думаем, что мы это кольца оденем. Вот, женатый, женатый. Женатый как? Женатый я, женатый. Чего ходишь-то? Как петух. Веди себя как следует. И все будут видеть. И первый, когда ты придешь, так научены мы. И когда я был старшим пресвитером, и когда меня на пресвитерское служение ставили, то всегда говорили, когда ты входишь в семью, когда там вдовы есть, когда там что-то, и скажи, жена моя и детки мои приветствуют вас. Скажи, что у тебя... Ну, это таким приветствием. Этим приветствием ты откроешь, что ты человек семейный, и что играть с тобой не надо. И покажи это. И когда ты будешь в гостях у людей, поставь фотографию жены твоей, чтобы никто никогда не обратил. Не кольцо, а семью надо иметь в сердце и вести. И за 52 года пастырского служения я не думаю, что я был коллега какой-то урод. Но пока что никто не прилип ко мне. И я не тоскую об этом. Абсолютно. Потому что я вел себя строго. И об этом прекрасно знают те, кто из Алматы до сего дня. Слава Богу, мы живем с женой 52 года. И в этом отношении Бог благословяет. И не блуждаем разумом своим, а ходим пред Богом. И никаких колец ни у меня нет. И мы выполняем волю Божию. И благодарим Бога, что Бог хранит нас, дает нам свою благодать. И никто нас не упрекает. А почему вы то не делаете? А почему? А мы вот так вот, да мы вот тут в Америке живем. Ну и живите на здоровье. Только выполняйте волю Божию. Знает ли дьявол мысли человека? Не знает. Потому что он не проникает, то знает только Бог. Если бы он знал, он многое бы наделал. Бог закрыл мысли наши от него. А поэтому он разными уловками, как рыбак, блесками ловит людей. Он желает установить, чем они увлечены. И вот тем, чем увлечен человек, завлечь его. Понимаете? Поэтому, да, тебе что нравится? Тебе нравится это? Пожалуйста, посмотри вот это. Тебе нравится покурить? На тебе табак, да хороший. Кашлять будешь здорово. Понимаешь? Тебе еще что-то надо? Тебе вот это? Как один мужик говорил, пью сухое вино, почему стою весь мокрый? Не знаю почему. Сухое пил, а весь мокрый. Поэтому такое вот бывает. А он говорит, все, это же ничего, это все ничего. Поэтому чего? И поэтому не прикасайся ни к чему греховному. Будешь сухой, будешь чистый, будешь благословенный, и Бог будет с тобою. Поэтому дьявол не знает, но знает Бог. И если мы сегодня закрываем свой разум от Бога, он все равно его знает. А дьявол старается увлечь. В книге пророка Иезекииля, 40 главе, далее говорится об измерении храма. О каком это храме говорит пророк? Вы знаете, я уже не раз получал этот вопрос. Я имею на это основание. Сказать вам, я этого не знаю. Вам это достаточно. Кто знает, подскажите мне. Все будет хорошо. Меня это совсем не интересует. Это не относится к моему спасению. Храм, который он промерил, будет и будет построен. Где он? На небе? На небе будет построен. На земле? На земле будет построен. Самое главное, чтобы я мог находиться в мире с Богом. А в какой храм он меня введет? Это его достоинство. Пусть он вводит меня там. Что значит хулана Духа Святого? Рассказать, да? А вам зачем надо? Зачем? Вы мне сегодня зададите вопрос, слушайте, расскажите мне, как вскрывать банковские сейфы. А я спрошу, а зачем? Вы что, хотите медвежатником быть? Лезть в банк? Зачем вам нужно знать хулуна Духа Святого? Вы так живете, что боитесь, что вы на краю ходите. И поэтому один человек верующий сказал, как близко можно подходить к греху, к пропасти греха? А ответили ему так, мы не ставим вопрос, как близко, а говорим, стой подальше, и будешь безопасен. Поэтому я не думаю жить так, чтобы была хула на Духа Святого. Всякий грех, грех к смерти, правда? Но есть грех такой, есть грех другой. Поэтому берегитесь, и я вам не расскажу этого, чтобы дьявол вас не испытывал и не терзал. Колесников сказал вот это, а ну-ка сделай это, а ну-ка сделай. Вы знаете, это же обязательно будет. Поэтому всякое на сегодняшний день, даже вот эта вот развратная декларация всех погубила людей. Почему? Потому что люди невольно смотрят, смотрят на обнаженное, на все, и оно все в голову, в голову, в голову даже праведника, и избавиться от этого не может. Дьявол говорит, ты видел? Ты видел? Ты видел? Вот видишь, вот видишь, вот поэтому блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Живите так, чтобы не было опасности. Я не боюсь, что меня полицейские полицейские Америки сейчас задержат и скажут, ты хотел там забраться в банк. Я опять говорю, нет, я хожу свободно, вот они ходят, и милиция ходит, и я не боюсь. Но кто делает постоянно какую-то махинацию, думает, не за мной ли он идет? Что-то опять идет, что-то опять обращает на меня, что там контроль, это почему? Значит, что-то, если мы живем перед Богом свято, пусть Бог сегодня сколь угодно контролеров, я свят, и мы с вами говорили, свободен, правда? Поэтому будьте свободны. Не думайте о том, что вы, живя свято, согрешите против Духа Святого. Да нет, да я никогда этого намерения не имею. Живу, молюсь, и все делаю. Хорошо, вы ответили... Ну, хорошо, ладно, мне вопрос надо. о однополых браках опять. Если мы студентки в школах, будем обличать их и говорить, что они неправильно ведут стиль жизни, мы можем лишиться возможности учиться, дискриминация. Научите, как говорить. А вы не лезьте туда, куда не надо. Не надо, вы порядок в школе не будете. Выходите, как положено. Вот и весь разговор. И скажут, нет, вы должны по форме так. Моя вера не дозволяет мне так. Не будешь учиться. Ну, что ж, это воля ваша. Я, может, и не буду учиться, но иначе ходить не могу. Вот и весь разговор. Но если вы сейчас войдете в школу и скажете, ты грешник, ты грешница, ты не так, вот эта Библия так, попадетесь, правильно? И вас разорвут. Чего вам лезть туда? Пусть увидят ваше богобоязненное житье. Первое послание Петра 3 глава. Увидев ваше богобоязненное житье, и тогда скажут с вами Бог. Вот это и хорошо. И таким образом будет исполнена воля Божия. Внешним видом своим покажите, что вы принадлежите церкви. Как вы понимаете о тех мерах, которые принял Иисус Христос как личного спасителя, Его проповедь о Небесном Царстве, и умерли до дня Пятидесятниц. Разве они не в церкви? Не они ли воскресли воскресение Иисуса Христа из мертвых и явились многим в новых бессмертных телах? Неверно. Четыре дня, наверное. Это было мощным доказательством воскресения. И это было так передано, и их узнали, близкие их, по воскресении Христа. Сейчас они тоже в раю ожидают общего воскресения. Ну, в раю, что мы хотим сегодня сказать? Все в вечности находятся у Бога. А Дух возвращается к Богу, откуда Он взят. Правда? Так написано. Сегодня? Если сегодня ад работает и рай работает, тогда нечего быть в суду после смерти всего, да? Но у Бога один день, как тысячи лет. У Него нет завтра, нет вчера. У Него есть только сегодня. Он вне времени. Поэтому сегодня все существует и сегодня будет все осуществляться. Мы живем много дней и так далее. Вы хотите мне сегодня сказать, что Ветхозаветный это церковь. Тогда Христос неправильно сказал. Я создам церковь. А Он где находился? В среде израильского народа, да? Так есть уже церковь, израильский народ? Нет церкви. И в среде израильского народа Он создал церковь свою. Там находились одни евреи. Все двенадцать апостолов кто? Евреи же, правда? И поэтому Он создал церковь. Таким образом, церковь это отдельное общество. Это невеста Господа Иисуса Христа. Это избранные святые, которые будут с Ним. Вам не хочется? Или хочется? Чего вы переживаете за других? Бог знает, кого куда определить. И поэтому мы сегодня говорим, церковь вот эта, а как Бог поступит с Израилем, куда определит его, это его воля. «Когда Ной собрал животных в ковчег, то Бог ему сказал, чтобы он взял чистых животных. Как он мог узнать, если закона еще не было? Спрошу его, когда приду в вечность, как тебе это все доказалось? Я не знаю, как он мог узнать. Написано, я верю тому, он набрал, и все, Бог ему как-то подсказал. И все, как он подсказал, мне не рассказал. Вот, а если вам хочется, ну, спросите у Бога, он вам ответит. Если мусульманин говорит, что Аллах это Бог, что отвечать? Ну, для него это Бог? Ну, для него это Бог? Спросите его, Аллах сотворил небо и землю, законы сотворил, умер за грехи каждого из нас. Ну, что ответит мусульманин? Если ответит, что да, Аллах был на земле, Аллах умер, вот, пролил кровь свою в оставлении грехов наших и так далее, он Бог? Ну, тогда да, Бог, Писание нам говорит, много Богов у людей, и каждый Бог имеет свои основания. Для этих людей это Бог, для нас с вами Бог Библии является Богом истинным и вечным, Богом, который сотворил небо и землю и все, что наполняет ее. Мы веруем в этого Бога. И не будем сегодня дискредитировать мусульман. Если это их Бог, ну, пусть поклоняются. Вы помните, в Библии даже сказано, когда нужно было, и Моисей, этот, Илья сказал, ну, взывайте к Ваалу. Если он Бог, ну, зовите, пускай он там делает, ну, кричите, может быть, он уснул, может быть, он в дороге, ну, кричите, ну, раз это Бог, ну, пускай услышит вас. То есть, в данном случае, ну, если это Бог, ну, полагайтесь на это. Но все полагающиеся на них, как эти боги погибнут, и люди, полагающиеся на них. Так написано в Писании, это я не свое же говорю, правда? Поэтому мы сегодня не должны вот считать себя обязанными, ну, израсходовать абсолютно все, но доказать. И если я начну доказывать, что Аллах не Бог, получу по затылку. Поэтому, зачем мне это надо? Вы знаете, как-то однажды в Киргизии в наше собрание пришла корреспондент, это был 65-й год, вот, корреспондент газеты киргизской, центральной, побыла у нас на собрании вечером, и, ну, я что, в 65-м году еще молодой был, да, 31 год, и она сказала, я хочу с этим проповедником поговорить. Ну, те другие вопросы, и она мне среди всех вопросов задала, скажите, а Гитлер спасен или нет? Я сказал, а что вы ко мне-то обратились? Она говорит, к кому? К Богу, я говорю, он только знает. Если я скажу, что он спасен, на Колыме окажусь, нужен мне тот Гитлер, на Колыме за него отбывать. Скажу, не спасен, вы придете, а он там. Скажешь, Колесников говорил, что его здесь не будет, а он здесь. Зачем он мне нужен? Спросите, меня это не волнует. Где он будет? Жизнь его здесь описана, здесь разговаривать за него. Ну, как наговаривать, так все. А вот вы даже Хрущеву поздравления направляли, а он вот такой, направляли. Потому что вы, корреспонденты, писали, что Хрущев, это замечательная личность, это вот тот, мы вам верили, вы написали, что он нехороший, ну, теперь знаем, что он нехороший. Ну, что теперь делают? Вы брешете, а мы при чем? Спасибо вам. Благословит наше общение, Господь. Спасибо, Николай Андреевич. Я думаю, что вторая часть более живая, более интересная. Так, ну, в общем-то, кажется, наверное, но я хотел бы просто в заключении сказать один стих прочитать и к той теме, что сегодня Николай Андреевич говорил, встревоженные. Я вспомнил в Евангелии Луки 23 глава один стих только прочитаю. «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Хорошая мысль о том, что мы должны быть встревожены и встревожены правильным мотивом. Потому что, если мы будем жить нашу жизнь, и в нашей жизни не будет никаких переживаний ни за себя, ни о своей жизни, ни о чем, то вполне возможно, не вполне, а точно будет время, когда мы будем встревожены. Может быть, быть поздно. Наше служение подошло к концу завтра. Есть, остались записки. Завтра, те, кто написал и кто не получил ответ, пожалуйста, приходите. Хорошая мотивация для вас, чтобы вы были. Но уже времени у нас нету и мы должны заканчивать. Завтра будет тема во вторник. «Я покажу тебе правду твою, и она будет не в пользу тебе». «Я покажу тебе правду твою, и она будет не в пользу тебе». Вот такая тема. У нас сегодня к нашей молитве есть одна нужда. Я хотел бы, братья и сестры, всех вас поблагодарить, кто был вчера на собрании, утром особенно. Мы делали распродажу, и, в общем-то, хоть и погода пугала, и мы переживали, но продали все. Уже вечером там чуть-чуть остальное все. Собрали даже больше, чем было нужно. И мы должны были тысячу долларов, мы собрали больше. Еще точно сумму мы сегодня уже досчитаем, чтобы вычесть все расходы. Но уже примерно долларов на 200, может быть, даже на 300 больше. И эти деньги уже пойдут на следующий год, на поездку на миссионерскую. Хочу всем сказать большое спасибо. Это было не просто как продажа, это было ваше участие в миссионерском служении. Одна нужда есть к молитве. Просят помолиться у Федора Ивановича Гацуляк инсульт в тяжелом состоянии в госпитале. Мы помолимся. И я думаю, что мы продолжаем молиться и за семью Бобровниковых, и за семью Чуб, за Виталика. Поэтому вот эти нужды принесем к молитве. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Господи, мы преклоняемся пред Тобою. И действительно, велика милость Твоя, благодать Твоя. Ты столько много сделал для нас. Благодарим Тебя, что Ты отдал своего единственного Сына, в жертве которого Ты простил наши грехи, очистил нас и сделал детьми своими. Ты подарил нам вечность. И мы, Господи, живя здесь на земле, можем иметь твердую надежду на то, что мы будем с Тобою. Господи, благослови, чтобы нашу жизнь мы могли жить свято, чисто, праведно, ходить пред Тобою, чтобы мы были непорочны. Господи, благослови нас, чтобы мы могли переживать, мы могли заботиться о нашей жизни, о нашем хождении перед Тобой, чтобы мы действительно имели страх Твой, боялись Тебя, и чтобы наша жизнь была угодная пред лицом Твоим. И в тот день, когда Ты позовешь нас, чтобы мы были готовы встретить Тебя. Господи, благослови, чтобы мы всей нашей церковью так дружно, едиными сердцами могли наследовать вечность и быть вместе там, друг с другом. Благодарим Тебя, Господи, за это прекрасное общение. Благодарим Тебя за благословение, которое мы имели. Мы просим Тебя, благослови и дальше все служения на этой неделе. Благослови Николая Андреевича. Мы благодарим Тебя за его служение. Мы просим, чтобы Ты укрепил его и благословил. И все это время, Господи, мы хотим, чтобы Твоя воля, Твоя милость была с нами. И мы просим Тебя, Господи, за эту нужду, которую мы прочитали, благослови этого брата в тяжелом состоянии, Господи, в инсульт. Господи, мы просим Тебя, пошли в свою милость, если угодно воле Твоей, пошли в исцеление, благослови, чтобы он мог еще жить и радовать родных. Господи, мы не знаем будущего и не знаем воли Твоей, поэтому просим Тебя, да будет во всем этом Твоя святая воля. Благодарим Тебя еще раз за все это служение, благослови нас, когда мы поедем к домам нашим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры!